Здарова, алкаше! Давно не выходил в эфир, но тут не удержался, надо вас порадовать, чтобы совсем не пропадать. Просто вижу, что идут подписки на канал, а даже как-то неловко, я вообще не занимаюсь контентом. А какие-то люди смотрят старые видосы, подписываются. И я думаю, им просто обидно, что они такие заходят, а свежака нет. Потому что старые, пересмотреть, я думаю, немного времени займет. Ну, работаем. Так вот, сегодня так случайно получилось, это вообще спонтанность, как обычно, ничто не предвещало беды. Что попал в руки шкалик бухла, и на него не было, вот конкретно на этом бухло еще обзора у меня на канале. А это старый добрый Женевер. И напитка любопытный, потому что он является прародителем такого очень мощного базового напитка, который вообще во всей барной истории, во всей нашей цивилизации, так сказать, западной особенно точно отметился. Это прародитель Джина. И там, в своих обзорах про Джина я говорил, что он ведет вообще свои корни из Голландии. И когда я это говорил, из Нидерландов, я как раз имел в виду Женевер. У этого напитка был сложный и непростой путь, который я, чтобы сэкономить наше с вами время, так особо подсвечивать не буду. Скажу только одно, что где-то там в конце 16-го, начало 17-го века, в том, что мы сейчас называем Нидерландами, а там называлось Голландией, и люди начали увлекаться перегонкой, начали получать из ржаного, сладчатого продукта криккачи. И очень быстро осознали, как и все нормальные цивилизации, что это надо еще что с этим делать. И они начали добавлять туда анис, ягоды можжевельника, всякие корешки там, корки от апельсиновых орехов, как сказал бы Зощенко, и выдерживать в почках. И лопывался Женевер. А английские солдаты во время французско-английских голландских войн его распробовали, утащили на родину, там получился джин в результате. Это, в принципе, отдельный напиток, Женевер для него родственник, но, скажем так, отдален, типа дедушки. А папой между ними, там еще была такая история, Женевер сделал финг ушами, и в какой-то момент этим напитком начала заниматься семья, голландская семья, фамилия у них была Боллс. И вот те из вас, кто ходили по разным там магазинам, искали бухло, иногда, возможно, видели такие прозрачные бутылки с белой этикеткой, у которых в качестве того, там, водка, не водка, джин, нет джин, виски, не виски, написано Боллс. Но надо понимать, что Боллс это примерно тот же Женевер, то есть все равно крепкая, там, 35 до 45 настойка спиртовая на можжевельнике. То есть это вот все примерно в напитке одной группы. Это все очень запутанно, осложняется тем, что есть Женевер, у которого торговое название, да, марка, которая называется Боллс, и есть куча просто Боллсов, а есть вот Женеверы типа этого, и есть джин, который называется Женевер. Это вот джин, которая товарная марка Женевер, это запутает любого нормального человека. Но глобально большого подъема здесь нет, потому что это все про что? Про старый добрый зерновой спирт, настойный на кучу разного всего, но в том числе можжевельник. То есть можжевельник там побывал везде, это родник, потому что он очень сильно участвует вообще в ароматическом вкусовом обмене. То есть там анис и джин, это то, что чувствуется, а все остальное, типа вот солодчатка, которая есть в этом напитке, я думаю, половина из вас, не, как половина, я думаю, 90% из вас даже не знают, что такое солодчатка, но господи, нам оно и не надо этого знать. Я тоже только интеллектуально это представляю, я не уверен, что я какой-то раз в жизни пробовал. Эталонная мерзость. Разумеется, это как и джин можно добавить тоником, пить со льдом. Поддерживает вообще совсем подряд. Со всеми соками. Короче, в холодном виде и в хорошо смешившей пропорции это пойдет практически совсем. Но, разумеется, надо же попробовать. А я, признаться, и так сегодня уже немножко выпил. Даже не знаю, как это сейчас поженится со всем, что вам не есть. Тем не менее, уже здорово, ребятки. Ух! Вкуснота невероятная, блядь. Сука, надо было лучше донеку так. А из всего 38, блядь, процентов. Короче, я рот ебал. Ну, прекрасно. В общем, если вы, как и я, любите открывать для себя новые горизонты и экспериментировать с алкоголем, то, конечно же, в вашей коллекции, не важно, бутылочные или воспоминания о выпитом, Женнивер должен присутствовать. А вообще, ребят, мы помним. Пока, ребятки, пойду прилазим.